Бежал от смерти. Владислав Щербак из Краматорска больше года назад во время обстрела едва смог укрыться от разрывающихся снарядов. Но осколком ему насквозь пробило ногу. У подростка неправильно срослась мышца. Ему требуется длительная реабилитация. Сможет ли он пройти ее, знают корреспонденты событий. Боксерская груша в доме 14-летнего Влада напоминает о его прошлой спортивной жизни. Подросток занимался дзюдо, ездил на соревнования и завоевывал награды. Но все перечеркнула война. Зимой 2015-го обычная прогулка обернулась трагедией. Парень попал под обстрел. Правую ногу насквозь пробило сколок от снаряда. Он с трудом добежал до укрытия. В это время его мама Татьяна не находила себе места от волнения. Я же без конца набираю его номер телефона. Мне в трубку говорят, ваш сын ранен. Прибежали, уже как раз скорая стояла, но детей забрали в скорую и повезли в травматологию, так как и всех деток. В больнице Владу диагностировали сквозное осколочное ранение бедра с повреждением большой подкожной вены. Чтобы поставить его на ноги требовались многочисленные операции, но необходимых средств в семье не было. Помощь оказал гуманитарный штаб Рината Ахметова. Все медикаменты, которые нужны были ребенку, в которых он нуждался, фонд Рината Ахметова нам предоставил. Даже потом уже, когда Владику можно было вставать с постели, потихонечку начинать ходить, нужна была тросточка, чтобы попираться. Даже тросточку эту фонд Рината Ахметова тоже нам подарили. Спустя год после трагедии штаб продолжает поддерживать Влада. Он отправляется на реабилитацию в санаторий «Великий лук». Дай мне остальные вещи сюда, я буду сейчас ухажки передоглаживать. Из Краматорска в Запорожье подросток приехал вместе с мамой. Здесь проходит курс лечения. Это не больно? Нет, это не больно. Это светолечение и цветолечение лечит центральную нервную систему от головных болей. Но больше всего парень любит проводить время в зале ароматерапии. Расслабляет, еще плюс оздоравливает, ну и еще помогает от проблем отвлекаться и от плохих воспоминаний. Комплексная реабилитация стала возможной благодаря специальной программе штаба Рината Ахметова. Она рассчитана на раненых на Донбассе детей. Ну, конечно, очень благодарны Ринату Леонидовичу, потому что до этого нам никто никаких путевок реабилитационных и санаторно-курортных не выделял. Ни город, ни детская больница города Краматорска. Естественно, без поддержки фонда Рината Ахметова мы бы себе не могли позволить такую путевку. Огромное ему спасибо. На сегодняшний день в рамках программы реабилитация детей Донбасса в сопровождении родителей в санаториях уже оздоровились 14 детей. Всего в базе штаба 163 ребенка. 21-дневный курс для каждого из них проводят в санаториях Запорожья, Бердянска, Одессы и Славянска. Татьяна Блинова, Оксана Корчима, Евгений Якунин. События. Канал Украина.